В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Забили последний гвоздь. На проспекте Масленникова завершен ремонт горевшего дома. Экстренная помощь по мировым стандартам. В Самарской городской больнице номер 8 после капитального ремонта открылось обновленное приемное отделение. Человеческий фактор практически исключен. 185 избирательных участков в Самарской области оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. Предприятие трудовой и боевой славы. РКЦ «Прогресс» отмечает юбилей. Уже больше тысячи участников. В Самаре продолжается акция «Выборы ГОУ». Космодром «Восточный» готовят к новым стартам. Самарский РКЦ «Прогресс» собирает две ракеты для запуска в 2017 году. Предприятие отмечает знаковый юбилей. Исполняется 75 лет его работы на Самарской земле. В канун большого торжества заводу вручены почетные регалии. Город трудовой и боевой славы. Олег Зверев побывал на праздничном митинге. 1864 пусковые компании. Абсолютный рекорд в освоении космоса. С таким показателем Самарский РКЦ «Прогресс» встречает юбилей. 75 лет назад первый государственный авиационный завод был эвакуирован в Куйбышев. И с октября 1941 года начался отсчет истории предприятия на Самарской земле. И сегодня РКЦ «Прогресс» одним из первых получает почетные регалии города трудовой и боевой славы. В канун юбилейных торжеств вручил губернатор Николай Меркушкин. Мы со своей стороны пытаемся делать все для того, чтобы РКЦ «Прогресс» развивался. Мы все делаем, чтобы готовились кадры самого высокого уровня. Мы активно сейчас поддерживаем скал. Мы должны сделать все сегодня для того, чтобы эти традиции продолжались. На торжественный митинг собрались более двух тысяч человек. Собственно, они и составляют трудовую и боевую славу Самары. В годы войны на заводе было собрано 38 тысяч штурмовиков Ил-2. В послевоенные годы создан первый искусственный спутник, первая баллистическая ракета. Сотрудники завода обеспечили первый полет человека в космос и открыли миру четыре космодрома. Сегодня это единственное в мире предприятие, которое выпускает ракеты, обеспечивающие пилотируемые космические полеты. Производственные планы год от года только растут. До конца года мы должны с вами изготовить до 27 носителей. То есть 17, еще 10 носителей нам предстоит до конца года изготовить. И это на фоне прошлого года, где мы 22 носителя с вами изготовили. Это серьезная прибавка, которая нам обеспечит и объемы реализации. Глава региона вручил также государственные и областные награды, а также почетный знак «Куйбышев запасная столица». Статус, присвоенный городу в 40-е, до сих пор официально с Самары не снят. А уникальное производство, которое достигло космических высот именно на Самарской земле, только подтверждает высокое звание города трудовой и боевой славы. «Все это произошло заслуженно. Самара, раньше был Куйбышев, заслуживает этого. Почему? Во-первых, в военные годы, значит, очень много сделали для того, для победы. Завод все время разрабатывает новые изделия, которые стране необходимы, нужны». Олег Зверев, Максим Гусев, События. Вернули крышу на место жителей 19-го дома. По проспекту Масленникова могут быть спокойны. Проводить вечера дома под зонтом им не придется. После пожара, вспыхнувшего здесь в начале июля, рабочие восстановили кровлю за полтора месяца, как и обещали. Марина Матвеевшина побывала на обновленном чердаке дома. «Чистые помещения, запах свежих досок. У дома номер 19 по Масленникову абсолютно новые крыши. А пожар здесь напоминают лишь обугленные стены. Восстанавливать кровлю начали в августе. Меняли стропильную систему, обрешетку и весь металл. Кроме того, делали ремонт пострадавших в пожаре подъездов и заменили выбитые окна. На все был срок 45 дней, чтобы успеть возвести крышу до осенних дождей. Подрядчики работали без выходных и справились с задачей даже раньше срока. На радость жителям. Такие объемы работ за такой срок, они же похвалили. По поводу качества, ну как вам сказать, ну покажет нам это, зима покажет, весна покажет, насколько качество. Ну и так в основном нареканий таких больших нет, конечно. Если нареканий возникнут, подрядчики узнают об этом первыми. На все работы гарантия 5 лет. Если в течение 5 лет у них подсчет крыша, по нашим причинам мы будем ее исправлять. Бесплатно? Да, за свой счет. Напомним, сильный пожар вспыхнул поздно вечером 4 июля. Выгорело больше 1200 квадратных метров. Из-за пожара люди остались не только без крыши над головой, но и без газа и электричества. Мы четко понимали, что эта работа, она не рядовая. И поэтому я как глава администрации района, конечно, понимала, что это дом моей особой заботы и внимания. И поэтому я здесь была часто. Я разговаривала с жителями, мы разговаривали с подрядными организациями. И самое главное, что я жителям пообещала их не оставить и далее. На ремонт сгоревшего дома направили больше 7 миллионов рублей. Это средства городского бюджета резервного фонда. Если говорить о фонде капитального ремонта, о средствах, которые предусмотрены за счет платежей жителей, они в данном случае не участвовали в выполнении данных работ. И, соответственно, на следующий год можно говорить о том, что в рамках фонда капитального ремонта здесь тоже будут производиться мероприятия, те, которые определяют собственники. Кроме того, тяжелая техника повредила асфальт во дворе. А потому администрация Октябрьского района добилась, чтобы внутриквартальную дорогу отремонтировали в этом году. Уже в октябре жители смогут ходить по новому ровному асфальту. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Спорт пришел в Зубчининовку. В поселке открылся первый и единственный физкультурно-оздоровительный комплекс. Строить его начали осенью прошлого года. И сейчас здесь уже тренируются спортсмены. В каких условиях будут заниматься жители, увидела Лариса Шалафаст. Спортсмены уже тренируются на новом татаме. Это универсальный зал для всех видов спорта. Здание оборудовано всем необходимым. Здесь есть душевые, раздевалки, медицинский кабинет. Для местных жителей это был долгожданный спортивный комплекс. Очень хорошо, что он здесь появился. Так как отдаленное место, достаточно далеко ехать в любое другое место. В отдельные тренировок дни будет хорошо сюда приезжать, тренироваться самим. Строительство комплекса началось в октябре 2015 года. Место выбрано не случайно. Территория принадлежит школе. И ученики смогут здесь заниматься физкультурой. Современное спортивное сооружение возвели меньше, чем за год. Из областного и городского бюджетов на строительство ФОКа направили больше 100 миллионов рублей. Это место для того, чтобы дети, подрастающее наше поколение, было под присмотром, было занято делом, под началом хорошего тренера, тренера-профессионала. И тогда точно у нас будут здоровые расти дети. И не только здоровые, но и сильные духом, духом победителей. И мы будем иметь успехи, успехи в спорте. Символический ключ от ФОКа директору детско-юношеской спортивной школы и ее воспитанникам передали губернатор Николай Меркушкин и председатель губернской думы Виктор Сазонов. Итак, передача ключа произошла. Аплодисменты, друзья! Заниматься в спортзале можно и летом, и зимой. В холодное время зал будет отапливаться с помощью специально построенной для него котельной. Лариса Шлафаст, Василий Калдашов, События. Экстренная помощь по мировым стандартам. В Самарской городской больнице номер 8 после капитального ремонта открылось обновленное приемное отделение. Здесь не просто поменяли коммуникации, сделали косметический ремонт, а кардинально изменили подход к пациенту. В одном месте он может получить и первую помощь, и полную диагностику. Больница специализируется на экстренной хирургической помощи для пациентов Кировского, Промышленного и Советского районов. Репортаж Марины Кравцовой. От дверей больницы до всех диагностических кабинетов буквально несколько шагов. После осмотра врача пациент сразу отправляется на обследование. Рядом кабинеты для ультразвуковых исследований и даже лаборатория с новым оборудованием. Результаты анализов здесь будут готовы через 2-3 минуты. Таким приемное отделение городской больницы номер 8 стало после капитального ремонта. Прежде всего это пациент-ориентированная технология. Это максимальное приближение всех медицинских служб диагностических и лечебных к пункту приема пациента, то есть к месту его прибытия на скорой помощи или по направлению из поликлиники. Это, конечно, открытие новых кабинетов узких специалистов. Площадь приемного отделения увеличили в два раза. Сразу после поступления человек может получить консультацию не только терапевта, но и эндокринолога, гастроэнтеролога, окулиста, что актуально для больных с сахарным диабетом. В ожидании результата обследования сидеть в коридоре нет необходимости. В приемном покое три палаты, где люди могут находиться несколько дней, если постановка диагноза требует длительного наблюдения. Комфорт пациенты уже оценили. Умывальник прямо в палате. Меня, например, уставят не на хорошо, а на отлично. У данного лечебного учреждения есть запасные в санитарной зоне земли для расширения хирургического блока. Кадры есть, идет обучение. И мы считаем, что в состав этого лечебного учреждения должен зайти еще один стационар в пошаговой доступности, рядом который находится, это 9-я городская больница. Еще один результат модернизации приемного отделения. Время постановки диагноза сократилось почти в два раза, а следовательно и очередей в приемном покое быть не должно. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Новая достопримечательность появилась в Самаре на улице Новосадовой напротив входа в загородный парк. Теперь есть альпийская горка с редкими растениями и причудливыми деревьями. В центре ландшафтной композиции бронзовая скульптура доисторической ракушки. Увеличенная копия раковины моллюсков, которые обитали на территории Самарской области 300 миллионов лет назад. В чем уникальность проекта, расскажет Марина Кравцова. Альпийская горка на Новосадовой – не случайный выбор. Как украсить сквер, спросили жители Самары. Больше половины участников интернет-голосования выбрали именно ее. В основе горки – песчаный кварцит-змеевик. Украшают их десятки видов необычных растений – карликовых, хвойных деревьев и кустарников. Все они морозостойкие должны пережить зимние холода. Венчает композицию огромная раковина моллюска. Такие, но в разы меньше, обитали на территории Самарской области миллионы лет назад, когда здесь было дно Мирового океана. Тут жили такие аммониты, огромные, красивые, в общем-то, это головоногие моллюски. И в то же время аммонит – это спираль, символ времени. Ну, для меня, по крайней мере, символ истории. И нам никогда не нужно забывать о том, что мы живем не просто здесь и сейчас, но и немного отвечаем за свое будущее. Оригинальный арт-объект должен стать новой достопримечательностью Самары. Не единственный в сквере на Новосадовой здесь появился и красивый мостик, и беседка-ротонда. Прекрасные декорации для свадебных фотографий. К ремонту дорог в Самаре комплексный подход. Не только меняют асфальт, но и преображают всю территорию вокруг. Нужно подходить от фасада до фасада, построить дорогу, поменять освещение, организовать зеленую зону, создавать парковую зону, создавать скверы. Если скверы есть, нужно их реконструировать. В этом году завершат ремонт Новосадовой до улицы Осипенко. На следующий год запланировано окончание работ на участке Дополевой, где также благоустроят и сквер. Марина Кравцова, События. Как на ладони, выборы пройдут под видеонаблюдением, а голоса будет подсчитывать специальная техника. В единый день голосования в Самарском регионе будет работать более полутора тысяч избирательных участков. Все будут оборудованы видеокамерами. Готовность участков проверили сегодня члены областной избирательной комиссии. Далее Олеся Корецкая. Вброс не пройдет. На 185 избирательных участках установят комплексы обработки избирательных бюллетеней. Голоса будет считать специальная электронная система. Комплекс обработки избирательных бюллетеней состоит из сканирующих урн и принтера. Избиратель оставляет свой голос. Вот я голосую за кандидата Кандидатовича. Затем лицевой стороной вниз бюллетень нужно направить в урну. Здравствуйте. Бюллетень обработан. Спасибо. Если кто-то попытается опустить испорченный бюллетень поддельный или сразу несколько штук, система их не пропустит. В этот момент, если, ну как бы даже может эта ситуация привлечь внимание и правоохранительные органы, и наблюдатели, что человек пихает в какой-то чужой бюллетень. Самая современная модель урны для голосования. Она полностью исключает человеческий фактор. Вмешаться в ее электронный мозг невозможно. А если будут попытки, это отразится в системе. За пять лет не было ни одного сбоя. Также все избирательные участки оборудуют видеокамерами. Одна будет направлена на урну, вторая на избирательную комиссию. Сегодня мы закончим монтажные работы. Пятница и суббота будут направлены на то, чтобы сохранить созданную инфраструктуру, чтобы к дню выборов все было в полном порядке, система была полностью готова. Онлайн-трансляция будет вестись весь день. В восемь вечера по местному времени она будет приостановлена на два часа, пока не закончатся выборы в самой западной точке России, в Калининграде. Поскольку у нас выборы проходят на территории всей Российской Федерации в соответствии с действующим федеральным законодательством, итоги голосований могут быть обнародованы только после окончания голосования на всей территории Российской Федерации. Трансляция с выборов будет записываться отрезками по 30 минут. Данные отправят на общий сервер. Там видео будет храниться один год. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Видео с камер разбирательных участков будет также поступать в ситуационный центр. Олеся Корецкая побывала и там. Группа общественного контроля обеспечит соблюдение законности на выборах в несколько этапов. Центр уже готов к работе. Сегодня его посетили представитель Ассоциации гражданского контроля и уполномоченный по правам человека в Самарской области. Выборы честные, открытые и прозрачные. 18 сентября в Самаре будет работать ситуационный центр. За ходом голосования будет следить специальная группа мониторинга по видеотрансляции с избирательных участков. Причем за каждым членом группы мониторинга с определенным компьютером будет закреплена соответствующая часть участков. Подозрительные моменты на выборах будут рассматривать в группе разбора. Это представители политических партий и избирательной комиссии. При необходимости поедут на место нарушения. Любая нештатная ситуация, которая возникает с каждым избирателем, в конечном итоге по запросу наблюдателей, контролирующих органов, может быть изъята по запросу этого сонного центра и объективно рассмотрена. Легитимность выборов будет высокой, уверены общественники. Наблюдение на всех этапах дисциплинирует избирателей и не дает возможности для нарушений. Тот ситуационный центр, который открыт, он открыт был прежде всего по рекомендации самарских общественников. Чтобы повысить электоральную уверенность, были беспрецедентные меры приняты. За ходом голосования результатами можно будет следить онлайн на специальном интернет-ресурсе общественного контроля. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Максимальная явка избирателей поможет в четыре раза увеличить представительство депутатов от Самарской области в Государственной Думе. Об этом знают Федерации профсоюзов 63-го региона. Потому все члены Федерации пойдут на свои избирательные участки и исполнят гражданский долг. Это позволит продвигать вопросы и интересы самарцев и сделать регион одним из опорных для страны. Также члены Федерации призывают кандидатов вести честную борьбу. Хотелось бы призвать всех к честной борьбе, к честным выборам, чтобы не было никаких нареканий ни к руководству региона и к кандидатам, которые будут избраны. Чтобы за оставшуюся неделю не было грязных технологий, не было каких-то обвинений. Это мы избираем власть. И здесь нельзя просто вот так отмахнуться, а без нас изберут. Нет, дорогие товарищи. Я бы хотел призвать всех прийти на выборы. Прийти. Выбор за вами. Но, значит, прийти на выборы, этим самым мы уже чувствуем заботу о стране, о наших детях, о наших внуках. Выборы по-молодежному. Самарские разработчики создали приложение «Выборы.Гоу» и устроили акцию «Приди на выборы и получи приз». В Самарском государственном экономическом университете к акции уже присоединились больше тысячи студентов. Марианна Мирная узнала подробности. В современном обществе мобильные телефоны и смартфоны есть у каждого человека, особенно у молодежи. Именно для них разработано приложение «Выборы.Гоу». Его можно скачать и установить на свой гаджет, прийти на выборы, исполнить свой гражданский долг и даже получить приз. Смарт-часы, ноутбук, фотоаппарат, а также путешествие в Сочи на двоих автомобиле квартира. Акцию «Выборы.Гоу» поддержали предприниматели. Возрастное ограничение по участию 35 лет, так решили разработчики приложения, которым важно, что именно у молодежи повысился политический интерес. Его можно скачать на устройство на базах смартфон и iOS, после чего приложение определит адрес вашего избирательного участка по месту жительства. В день голосования необходимо войти в приложение, и оно увидит вашу геолокацию, после чего выдаст персональный номер. Тот человек, который приведет 18-го числа больше всего друзей на участок, то есть тот, у которого его промокод вобьют в как можно большее количество приложений и как можно большее количество людей придет с его промокодом на участок, он станет победителем. Я все-таки такой университетский человек и хочу, чтобы университет победил. И мы вот все-все-все вместе объединяемся для того, чтобы победить вместе. А потом уже, ну, по нуждам использовать приз. Главные призы достанутся тем, кто приведет наибольшее количество друзей на избирательные участки. Остальные подарки получит каждый пятисотый проголосовавший пользователь приложения. Мариана Мирная, Василий Кладашов, События. Выбор молодежи. Какой он? Выясняли на городском молодежном форуме «Я выбираю». На вопросы школьников и студентов отвечали представители власти, ученые, волонтеры и спортсмены. Форум стал финалом акции «Я выбираю», когда молодым людям предлагали решить, что для них сейчас в приоритете. Образование, дороги, доступность жилья. На какие сферы нужно обратить внимание депутатов. О том, что выбирает молодежь, репортаж Валерии Макаровой. В зале более тысячи человек. Школьники старших классов и студенты. Это городской молодежный форум «Я выбираю». Работают 10 интерактивных площадок. Здесь можно изучить основы робототехники, поупражняться в армрестлинге и аэробике. И заодно сделать селфи. Настроение отличное, потому что именно сегодня огромное количество молодежи нашего города прекрасно соберется на одной площадке, сможет задать вопросы замечательным людям, которые добились своей жизни многого на разных поприщах. Это спорт, культура, образование. Это здорово. На сцене представители власти, молодые предприниматели, деятели культуры. Сегодня они отвечают на вопросы молодых. В центре почетный гость. Он же инициатор форума и глава Самара Олег Фурсов. У нас очень много делается в городе, в области, для того, чтобы вы могли реализовывать свои задатки. У нас происходит объединение вузов, укрепление вузов. У нас реформируется система образования, строятся спортивные сооружения. Облик города меняется к лучшему. И нам всем очень хочется, чтобы ваш вклад, ваша энергия как можно больше участвовала в преобразованиях, которые проводятся в нашей губернии и в нашем городе. Четыре главных направления форума – это образование, культура, спорт, власть и общество. В ходе последней секции обсудили современную тенденцию – молодежь во власти. Сегодня молодые депутаты активно помогают своим старшим коллегам. Такой выбор и такую активную гражданскую позицию поддерживает председатель городской думы Галина Андреянова. Будьте активны. Перед вами каждый день стоит выбор. Я прекрасно понимаю, что вы его делаете. И важно очень иметь еще и ответственность за этот выбор. Не сходить на выборы. Наверное, это тоже выбор. Но он правильный, неправильный. Давайте подумаем об этом. На форуме обсудили самые важные для молодежи направления развития города. Это стало своеобразным итогом акции «Я выбираю». По ее результатам, 30% опрошенных волнует возможность получить хорошее образование. 20% выбрали ремонт дорог, 12% доступность жилья. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Максим Гусев. События. Будущие выпускники школ уже начинают готовиться к жизни студенческой. До 1 октября все вузы региона должны опубликовать на своих сайтах правила приема и минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления. Как не ошибиться с выбором учебного заведения и что необходимо, чтобы получить заветный студенческий билет, обсуждали на встрече с родителями старшеклассников. Подать документы абитуриенты смогут не более чем в 5 вузов и не более чем на 3 специальности. Проходной балл в каждом из университетов определят только после того, как завершится приемная кампания. А это будет в конце июля следующего года. Но каждый год проходной балл отличается ненамного и ориентироваться можно на результаты предыдущих приемных кампаний, которые можно найти на сайтах вузов. А вот золотым медалистам волноваться не придется. Даже если они не поступят на бюджетное место в выбранный университет, учебу им помогут оплатить региональные власти. Одна из главных задач – определиться с вузом. Необходимо посетить и выставки, дни открытых дверей. Необходимо познакомиться со справочниками, которые мы издаем. Есть несколько сайтов Министерства образования и науки Российской Федерации, которые посвящены этой теме. Поддержка родителей не просто важна, она, наверное, определяющая. Потому что ребенок должен почувствовать, что это не только его выбор, это выбор совместный. От пяти до девяносто в Октябрьском районе Самары прошел конкурс талантов всех возрастов. Слышит десятка номинаций, сотни артистов. Творческую эстафету начали общественные советы. На галоконцерте побывала и Алина Чемерес. На сцене педагоги детской школы искусств номер четыре. Несмотря на огромный исполнительский опыт выступать перед жителями района, говорят, не менее волнительно, чем на престижном конкурсе. Но поддержка зала, как всегда, придает сил. Энергия зрителя, которая идет из зала, естественно, они хорошо слушают, принимают всегда хорошо. Поэтому для людей поем, радуем. Потом это общение поколений. В зале были сегодня вообще совсем малыши, пятилетние дети, как нам сказали. И ветераны, которых мы всегда чтим и любим очень выступать для этого зрителя. Конкурс талантов в Октябрьском районе организовали общественные советы. Вокал, хореография, чтение стихов сначала устраивали смотры на своих территориях. Потом лучшие артисты, а их более трехсот, собрались на отчетный концерт. Приняли участие не только дети, как это обычно бывает, а приняли участие молодые люди, приняли участие люди мудрого возраста. Самый главный итог, то, что Октябрьский район самый талантливый, самый счастливый и самый, самый-самый. Поэтому нам это очень приятно. В награду за таланты артисты получили благодарность зрителей и медали Куйбышев «Запасная столица». Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин